Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги «Царство». И мы будем читать 21 главу этой книги. «Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом, и выпросил Давид Господа». Дело в том, что голод обычно возникал из-за осуждения духовенства или начальствующих. Так мы видим в первой главе книги «Руфь», где дословно сказано, когда судили судей, то есть когда осуждали начальников, тогда был голод. Но могла быть какая-то другая причина, и поэтому Давид хочет узнать, какая. «Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом, и выпросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его за то, что он умертвил гаванитян, то есть за преступление уже погибшего царя. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними, гаванитяне были не из сынов израилевых, но из остатков амареев». Но это все равно, что если у нас вдруг начнется голод, а наш президент обратится к старцу, а почему? А старец скажет, а вот Сталин депортировал чеченцев в Сибирь, и многие из них там погибли. Вот поэтому голод. И вот разруливает там событие, которое произошло когда-то давно, и даже не по вине Давида, теперешнего правителя. И он приглашает этих людей. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними, гаванитяне были не из сынов израилевых, но из остатков амареев. Израилетяне же дали им клятву, что не будут их уничтожать, но Саул хотел истребить их по ревности своей, о потомках Израиля и Иуды. Что значит? По ревности своей о потомках Израиля и Иуды. Саул мог думать, а вот они сейчас такие мирные, а потом они когда расплодятся, их станет слишком много, а они будут досаждать нам. Не мне лично, а вот моим потомкам. И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне. То есть будущее обеспечивается не этническими зачистками, а Божьим благословением. «И сказали ему гавитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле». Он, то есть Давид, сказал, «Чего же вы хотите, я сделаю для вас?» И сказали они царю, «Того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из потомков выдай нам семь человек, и мы повесим их на солнце пред Господом в гиве Саула, избранного Господом». Конечно, это не могло не покоробить сознание Давида, но так как договор действительно был заключен с этими народами, что иудеи, и израильтяне будут их защитниками, и это было нарушено Саулом, то надо отвечать. «И сказал царь, я выдам». Но пощадил царь Мемвасфея, сына Инофана, вот в данном случае уточнение сына Инофана, то есть пощадил его только ради его отца, с которым дружил. «Но пощадил царь Мемвасфея, сына Инофана, сына Саулова, ради клятвы именем Господнем, которая была между ними, между Давидом и Инофаном, сыном Сауловым, и взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Ая, которая родила Саулу, Армона и Мемвасфея, и пять сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила, Адриэлю, когда на какой-то момент она стала женой другого, перестала быть женой Давида, сыну Верзелия из Мехолы, и отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на солнце, на горе, пред Господом, и погибли все семь вместе, они умершлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Казалось бы, это было очень жестокое решение этих амаликитян каких-то, но евреи не имели права заключать договор с амаликитянами. Амаликитяне принадлежали к одним из семи народов, которых евреи должны были прогнать, но они хитростью получили, одобрение евреев, заключили с ними мир. Тогда Рицпа, дочь Ая, взяла в ретище огромный кусок ткани, грубый, разослала его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. Она оберегала этих побешенных. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Ая, наложница Саула, и и стлели они и взял их Дан, сын Иои, из потомков Исполинов, и пошел Давид и взял кости Саула и кости Инофана, сына его, у жителей Реависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бевсана, это когда филистимляне повесили их останки, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гилвуе, и принес он оттуда кости Саула, кости Инофана, сына его, и собрали кости повешенных на солнце, то есть сделали им такую общую усыпальницу. Кстати, вот в Библии подчеркивается неоднократно от книги бытия и так далее, что родственники должны лежать рядом. И похоронили кости Саула и Инофана, сына его, и кости повешенных на солнце в земле Вениаминовой, это их родовой удел, потому что Саул был из дома Вениамина, в цела во гробе Киса, отца его, сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того. А почему у нас в стране какие-то проблемы? Может быть, тоже кого-то обидели? Не мы, наши правители, не теперешние, а может быть, двумя поколениями назад, тремя поколениями назад, каких-нибудь о варцев. Господь промышляет о всем своем творении. И как добро возвращается к людям, так и зло возвращается к людям. И об этом надо не забывать. И открылась снова война между филистинлянами и израильтянами, то есть, голод-то прекратился, а война началась. Из-за урия хитаянина, хорошего солдата, которого погубил сам царь Давид. И вышел Давид, и слуги его с ним, и воевали с филистинлянами, и Давид утомился. Давида. Тогда Иесфей, один из потомков Рафаимов, это великаны, у которого копье было весом в триста стиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему, то есть, Давиду, помог Авеса, сын Саруин, и спас Давида Авеса, и поразил филистинлянина, и умертвил его, этого Рафаима, великана. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря, не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля. Они уже и раньше говорили об этом. Здесь они повторяют эту свою просьбу, потому, что если их погибнет десять тысяч, это одна ситуация, когда царь погибнет, рухнет все. Блаженный Августин в одном из своих посланий пишет, здесь кто-то мог бы сказать, что священникам Господа следует избегать столь очевидных опасностей, дабы спасти себя для пользы церкви до более спокойных времен. И так поступать правильно для некоторых, в то время, как нет недостатка в других для совершения церковной службы, и она не оставлена вообще. И так поступил Афанасий Александрийский, о котором я уже сказал ранее, ибо Вселенская Церковь знала, насколько необходимо, насколько на благо церкви послужило сохранение жизни сему выдающемуся мужу, который своей любовью и словом своим защитил ее от ереси Ариан. Но когда опасность нависла над всеми, то более всего следует бояться и избегать того, чтобы спасение священника не вызвало того мнения, что он поступает так из страха смерти, а не из намерения оказать помощь церкви в дальнейшем, и когда от него, от его спасения можно ожидать более вреда, нежели возможной грядущей пользы, то ни в коем случае поступать не следует так. И вот святой Давид, дабы не подвергнуться опасности сражения, возможной гибели, как здесь о том сказано, чтобы не угас светильник Израиля, не сам он принял это решение, но внял увещеванием от ближних своих, в противном случае он нашел бы в себе многих подражателей в малодушии, которые бы полагали, что они поступят так, как он, но имели бы другие соображения. Почему нам интересно это объяснение Августина? А с Августином так и получилось. Августин имел епархию в Северной Африке и варварские племена напали на Северную Африку и связь с Римом была прекращена. Это были варвары-язычники конец 4-го, начало 5-го века, они вторгались на территорию Римской империи. И город, где была кафедра Блаженного Августина в Северной Африке, был окружен этими племенами. И тогда Папа Римский послал, по-моему, пять кораблей, чтобы вывести всю библиотеку Блаженного Августина и самого Августина спасти его для Вселенской Церкви. Августин был уже в годах, и Августин отказался. Он велел погрузить на папские корабли раненых воинов, женщин, детей. И вместе со своей библиотекой сам остался в этом городе и поддерживал осаждаемых. Он знал, что они проиграют. Августин знал, что всех их убьют, но могут Августина пощадить, продать за золото папистам. Он не дожил до самой осады, он умер перед осадой, но пока он был жив, он оставался пастырем на своем месте среди своей общины, среди своего народа. Таким образом, те наставления, которые мы читаем святых отцов, которые толкуют Писание, отцы это многое переживали сами в своей жизни. Это для них не просто теоретические измышления, это слова, полные жизненного смысла. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря, не выйдешь ты более с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля. Потом была снова война с филистимлянами в Гобе, тогда Савахай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков, Рафаимовых, еще одного великана убили. Было и другое сражение в Гобе, когда убил Элханая сын Ягаре, Оргима, Вифлеемского, Калиафа, Гефианина, это как бы однофамилец, у которого древко копья было, как навою ткачей, было еще сражение в Гефе, и был там один человек, рослый, имевший по шесть пальцев на руках, на ногах, всего двадцать четыре, также из потомков Рафаимов, великанов, и он поносил израилетян, но его убил Янафан, сын Сафая, брата Давидова. Тем самым, Писание как бы говорит, что время разбрасывать камни, время собирать. Все-таки, пожилой возраст, это не время для войны. Для войны найдутся молодые герои, которые совершат свой подвиг. И последний стих сегодняшней главы. Эти четыре были из рода Рафаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его. Отталкиваясь от этого, мы можем предположить, что все-таки речь идет о том самом Голиафе, когда подвиг Давида прибавляется к подобным подвигам уже нового поколения израилетян, то есть дело Давида, его героический дух, все это не пропало, все это имеет продолжение в новых поколениях народа Божия. Редактор субтитров Корректор Корректор Кулакова Корректор